Итак, как твой старший, более опытный товарищ, позволю себе, могу тебе вот что сказать, Вадим, как в погоде, так и в людских отношениях, так и в политике. Знаешь, сейчас настолько все перепуталось, что не очень понятно, а что есть правильно, а что есть аномально. Тепло в ноябре это норма, уже или еще, или аномалия. Все, что в мире происходит в политике, вот все. Южная Корея, КНДР, Ливан, Израиль, Иран, Россия, БРИК, США, Трамп, Харрис, Остин, Киев. Я могу сейчас просто перечислять новости, и мы понимаем, слушай, их не перечислишь за час, а наша задача их не просто перечислить, еще понять, осознать, проанализировать, найти материалы, прочитать западную прессу, что-то вычеркнуть, здесь вычеркиваем, здесь рыбу заворачиваем. Этим данным верим, этим не верим, постараться понять, спрогнозировать и так далее. И вот думаешь, это норма, вот так, как время за... или это аномалия? Мой, вот если ответ, могу тебе сказать, что все, что сейчас происходит в мировой политике, это аномалия. Если не остановятся горячие головы, живущие в разных странах, если они не остановятся, они успешно приведут к мир, к Третьей мировой войне. Потому что у меня ощущение такое, что партия войны, она есть везде, не отдает себе отчета вот в этой гонке, в погоне за баблом, невиданным, бешеным, космическим баблом от этих всех мировых заказов, да, на вооружение. Это война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке подтолкнула весь остальной мир, что надо вооружаться. Ну а кто у нас изготовляет оружие больше всего? Чьи компании? Ну вот. Так вот, партия мира там вот это вот сидит, в три смены они пашут, как Паша Ангелина вместе со Стахановым, да, пятилетку за полторы недели. И они не отдают себе, у меня такое ощущение, а отчета в том, что могут не остановиться. Я понимаю, как они хотят, вот за шаг до края пропасти сказать, ну все, закончили, теперь давайте о мире, во всем мире. Вот я боюсь, что так, если будет продолжаться, могут не остановиться. Да, и гололед наступит аномальный, и подскользнуться за шаг до пропасти. И меня это, конечно, пугает. Извини, Вадим, за что, вот да, вот красиво ты так зацепил, что такое норма, что такое аномалия. Я многие вещи не понимаю, это норма или аномалия. Ну, например, вот я тебе про нас скажу, про украинцев. Нам не только с точки зрения власти нужно менять риторику, на мой взгляд, по отношению ко многим странам, континентам, блокам, их действиям. Но я вот сегодня прочитал ряд телеграм-каналов таких, претендующих на роль новостных. Я в шоке. Там примерно пишут так. Красавцы, Израиль, вот это вот они дали мне по Ливану. И так далее. У меня сразу вопрос к этим телеграм-каналам. А как вы после этой новости сразу пишете следующую новость? Вот Украина должна заручиться поддержкой глобального юга. И глобальный юг должен нас поддержать. Ребят, вы как-то книги читаете, какую-то историю. Какой нахрен глобальный юг, если вы вот это ура разбомбили Ливан? Вы вообще понимаете, где Ливан? Что такое глобальный юг? Какие взаимоотношения на Ближнем Востоке? Какие ниточки кого с кем связывают? Что такое Хазбалла, Хамас? Какая связь Иран, русские, американцы? Чем вообще шииты от суннитов отличаются? Что такое идеология? Что такое вообще... Я в шоке. Я просто в шоке. И вот это вот наше непонимание тенденций мировой политики, оно сплошь и рядом. Мы не понимаем, какие тенденции, и продолжаем бить штангу одно за одним. Одно за одним. Хрен бы с теми уже венграми и словаками. Мы уже к этому привыкли. Хотя я считаю, что это бездарная наша политика. Я, например, глубоко убежден, что Польша, друзья наши польские, причинили Украине вреда, а это в цифрах показано, на порядок больше, чем вреда нам сделали там те же словаки или венгры. Ну, там, говорят они. Ну, какие-то вещи там не очень для нас приятные. Но поляки нас же вставили экономически. И мы молчим. Но зато мы наезжаем на Бразилию, на Монголию, на Китай, на Индию. Мы почему-то вмешиваемся в дела Молдовы. Мы почему-то вмешиваемся в дела, значит, на Ближнего Востока. Куда мы лезем? Нам бы со своими делами разобрали. Конечно, посмотри, как аккуратно, как бережно, как дипломатически тонко, опасливо даже или боязливо комментируют все, что связано с Ближним Востоком и американцы, и европейцы, и русские. Как они аккуратненько между Израилем и Ираном, и Палестиной, и сектор газа, и Ливан. И вот это стараются не навредить. И вот у нас, в продолжение темы, извини, опять же говорю тебя, набежало. Продолжение темы. Вот Украина затеяла компанию. Войска КНДР вот сейчас там русских сейчас будут воевать с Украиной. Я понимаю, что мы хотим сделать. Втянуть НАТО к нам, втянуть войну. Да не втянем мы НАТО к нам. Не втянем. НАТО это не про воевать. Это не про войну. И не будут они втягиваться. Но мы же опять штангу. Потому что мы провели эту недельную кампанию. Мощную такую, да. А выхлоп какой? Как какой? Очень простой. НАТО, Южная Корея, Сейру, Бриты. И вдруг приехавший к нам Остин. Говорят, не, не видели. Не знаем, не готовы. Нет такой информации. НАТО? Нет, не слышали. Да, не слышали, не подтвержден. Это как поляки и румыны. Им говорят, смотрите, там русские шахеды к вам залетели. Они говорят, где, где? Не, они не видели. Уже улетели. Такие мощные ребята они. Да, поговорить. И вот опять получается, что мы опять штангу ударили. И сегодня мы даем пас тем же, там, той же России, которая уже... То есть, я не понимаю, в чем смысл этого. Да, вот мы же... Это же шахматы. Ну, то есть, да, значит, внешняя политика, ну, внутренняя, это игра в Чапаева у нас, да. А кто кого выбьет, нахрен, с этой доски. Ну, судя по всему, еще пару решений гетьманцевые, выбьют полстраны. Но дело не в этом. Внешняя политика – это шахматы. Что такое шахматы? Это на два-три хода вперед. Вот я не очень понимаю этих ходов. Вот я не... У нас же есть какая... То есть, короче. Я это к чему? Я к тому, что, пользуясь твоей терминологией, я буду всю программу... Вот я зацепился за это слово, мне оно понравилось. Аномальные события происходят сегодня в мире. Тунами такой надвигается мировой. Причина одна, она глобальная. Мы просто уже 35 лет не жили в такой ситуации. Потому что сейчас разрушается один мир. И очень так жестко разрушается, громко. С осколками он разрушается. Один монополярный, однополярный мир гегемонии одной страны, США. Вот он разваливается, как айсберг такой, разваливается. И на его обломках в мире сейчас пытаются сформировать новые устои. Новые мировые правила. Только уже с новыми игроками. Ну, вернее, игроки не новые, роль их будет новая. Китай, глобальный юг, Африка, Россия, Америка будет иметь новую роль. Вообще не важно, Харрис или Трамп. Все равно это будет новая роль. А если время сегодня будет про Харрис и Трамп, интересные вещи расскажу. Я общаюсь очень близко с интересными людьми в США, кто имеет входы и выходы к демократам, к республиканцам, в серьезный бизнес, в серьезные определенные структуры. Интересные вещи мне рассказывают. Так вот, сегодня вот этот один айсберг разрушается под солнышком. Аномально разрушается быстро. 35 лет с 96-го года тотально доминировала Америка по всему миру. А новый мир еще не построился. А старые защищают свою позицию, новые наступают на эти позиции. Вот и грохочет везде, Вадим. Везде грохочет. Это еще не загрохотала Средняя Азия, Кавказ, Тайвань. Тьфу-тьфу-тьфу, как-то в Европе, кроме Украины. А там есть еще линии раскола в Европе. И вот я когда прочитал сегодня новую, что Германия и Британия, немцы и бриты, впервые там за многие-многие-многие десятилетия сейчас будут подписывать военное соглашение. Об этом пишет The Times. И это даст им возможность в будущем проводить там совместные учения на восточных границах НАТО, рядом с Россией и так далее. То есть это такая Антанта номер два. Разделим на двоих. То есть когда-то немцы были с французами против бритов, потом с бритами против французов, потом бриты с французами против немцев, потом американцы с бритами против этих, потом с теми против этих. Не многовато ли вот этих вулканических? Причем когда-то, когда это происходило, вот эти все движухи, 18-19, отчасти 20 век, мир же не был напичкан таким количеством смертоубийственного оружия, смертоносного оружия, ядерного оружия. США и Россия по 6 тысяч боеголовок ядерных почти. По 6 тысяч. Чтобы зрители поняли, это много или мало, я вам скажу, третье место ядерная держава занимает Китай. 350 ядерных боеголовок. Представляете себе разницу? Вот США и Россия на двоих 12 тысяч боеголовок. Китае 350. Ну, просто чтобы было понятно. Я не знаю, сколько во Франции, в Британии, в Пакистане, может быть, там три ракеты. Ну, не знаю. Но тоже ядерные. Индия, Израиль, не знаю. 12 тысяч ядерных боеголовок на две страны. Пол вселенной можно закончить. А некоторые балуются этим. И я к чему это все вел? Я это вел к тому, что вот на обломках этого айсберга гегемонии США и формирования нового мирового порядка все глобальные игроки пытаются локтями друг друга растолкать, но не напрямую. Друг с другом воевать не будут. Ни США с русскими, ни русские США, ни НАТО с русскими, ни с Китаем, ни даже с КНД. Никто не будет воевать с ядерными странами. А что делают? Правильно. Воюют чужими руками. Через прокси, через пожары в территориальных конфликтах, через политические расприи, через военные конфликты, провокации. Везде. Поэтому это печальная история. Ведь у нас же союзников-то нету. У Израиля есть. Официальный. Я тоже хочу для зрителей сказать. Это не просто словоблудие. Что такое союзник? Что такое партнер? Нет. Это юридически выверенный термин. И когда главу Пентагона спросили, как же так? В Израиль поставляете новейшую систему СААД, ПВО, а в Украину даже патриотов не можете завести, там штук 100. Хотя на складах тысяча. Что ответил спикер Пентагона? Нам рассказывают о том, что запасы Пентагона истощаются. Или они уже истощены. Это отдельная тема. Это вообще феноменально. Но на эту конкретно тему по поставкам Израилю СААДов спикер Пентагона сказал, ну извините, другая война, другая территория, другие обязательства у Америки. Вот квинтэссенция. Потому что между Вашингтоном и Тель-Авивом много десятилетий тому заключен огромный, всеобъемлющий договор о стратегическом союзничестве. Они союзники стратегические. И в Америке есть обезы перед Израилем. Теперь для зрителей. Назовите мне страну одну, кто является союзником Украины. Только не бла-бла-бла с документом, юридическим союзником. Так вот я вам даю ответ. У нас нет союзников. Партнеры, попутчики, соратники. Сегодня попутчики. Завтра ветер поменялся, разбежали в другие стороны. И так далее. Ну и раз, Вадим, уже там, давай вот эту новость скажи про... Ну и мы поговорим с тобой о визите всесильного главы Пентагона в Киев. Да, с необъявленным визитом в украинскую столицу прибыл министр обороны США Ллойд Остин. И как пишет Wall Street Journal, министр Остин в ходе визита в Киев не объявит о новой военной помощи и не даст разрешения вооруженных сил Украины на дальнобойные удары вглубь самой России. Тем временем сам Ллойд Остин написал вернуться в Украину в четвертый раз, демонстрируя, что США вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину. Возникает вопрос. Если дополнительной помощи не будет, это раз. Если разрешения на дальнобойные удары их также не будет, тогда с какой целью приезжает мистер Остин в Киев? Ключевой. Вот такой. Потрясающий. Вглубь. Углубь и расширен называется. Я тоже обожаю наших спикеров-экспертов. К нам приехал Остин. Вот это вот он сейчас. И когда их спрашиваешь, так, а можно по пунктам? Первое, второе, третье. Ну, Чех перелетел океан. Океан перелетел. Глава Пентагона. В нынешней так ситуации. Когда план наш не восприняли. Когда в НАТО нас не берут. И дальнобои не дают. И это все понятно. И русские ракеты над Украиной никто не собирается сбивать. Ну, все понятно. Ну, уже все все сказали. Кстати, Остин уже тоже все сказал. Там, находясь за океаном. А что сказал Остин позавчера? Он сказал уникальную вещь. Вы, говорит, бейте там своими дронами. У вас же смотрите, какие разработки. Зачем вам наши ракеты? Они у нас дорогие очень, черт возьми. Да и вообще запасы тут проблем. Америка, говорит, у них проблемы с ракетами. Америка. То есть у русских проблем с ракетами нет. Американцы нам рассказывают, что у них есть... Это не цинизм, скажите мне. Это глава Пентагона. Если у вас проблемы, тогда что у нас? Да. Это тот Ллойд Остин, который там пять месяцев назад сказал, ну, как бы вы там особо не бейте по русским НПЗ. Это тот Ллойд Остин, который, находясь в Киеве, сказал, что пока не могу подтвердить, говорит, там участие войска НДР в войне на территории Украины. А это тот Ллойд Остин, который в общем-то... Да, что такое министр обороны Соединенных Штатов Америки. Это тот Ллойд Остин, который недавно провел парочку телефонных разговоров с министром обороны Российской Федерации. Как вы думаете... Активные разговоры были летом, да. Мы с вами разбирали. Как вы думаете, друзья, они там о чем? О последнем бейсбольном турнире. О чем они? О Бердянске они разговаривали, о Мариуполе. Министр обороны США и, значит, России. Ну, наверное, нет. Ну, наверное, они говорили о чем-то глобальном и пытались найти какие-то точки соприкосновения. На мой взгляд, в нескольких направлениях нашли точки соприкосновения. Невооруженным глазом видно, что Вашингтон и Москва на пару утихомирили Иран. Почему на пару? Потому что Вашингтон один этого сделать не может. Отчетливо видно, что после их разговоров Джо Байден пригласил поговорить ядерные страны. Джо Байден пригласил русских вернуться за стол переговоров по ДСНВ по размещению стратегических вооружений. Ну, то есть, а еще есть Арктика, а еще есть Африка. Америка понимает, что Китай их выдавил с Африки полностью. А как им туда возвращаться? Только экономическими какими-то способами. Военным способом туда не вернешься. Америка видит, что они на Ближнем Востоке теряют свою вот эту историю. Что им делать? Войной на Хуситов идти или что? Куда им идти войной? Читайте Бжижинского, много раз цитировал и Киссинджера, и Уильяма Бернса, что плохая история для Америки была. Вот эти их походы военные на Ближний Восток, там Ирак и так далее. Поэтому они о чем-то говорят. В том числе по Украине. Конечно. Между США и Россией по Украине консенсуса нет. Ну, это понятно. Но, так сказать, лиха беда начала. Но идут переговоры под присмотром Соединенных Штатов Америки по гуманитарному трэпу. Ну, понятно. Сегодня об этом написали. Я понимаю. Тут никакой сенсации нет. Абсолютно. Вадим, ну, ради этого не летят через океан. Есть закрытая связь. Набрал, поговорил. Нет. Ллойд Остин, на мой взгляд, могу ошибаться, я не вхожу в делегацию министра обороны Соединенных Штатов Америки. На мой взгляд, Ллойд Остин приехал передать определенные вещи тет-а-тет, лицо в лицо, лицо в лицо высшему руководству политическому Украины, президенту Украины. Причем, даже не от имени Джо Байдена, он уже как бы не управляет процессами, а от имени даже не знаешь, как сформулировать от чьего имени. Ну, давай предположим так, от имени той части политической элиты, которая сегодня замыкается на клан Обама, Клинтон, Харрис, военно-промышленный комплекс и так далее. Давай так будем формулировать. Что-то передает он для нас. Что конкретно? Ну, если НАТО нет, ракет нет, сбивать не будем, и это не даем, и того не даем, значит, путем нехитрых логических построений, да, не Шерлок Холмсу единому, да, продедуктивный метод, понимаешь, что, наверное, нам принесли весть о том, что, мол, ребята, давайте-ка меняйте немножко свою риторику, надо двигаться к каким-то компромиссным решениям. Наверное, привез какие-то обещания, что в этом случае что может получить Украина в пост военный период, и с точки зрения вооружения, и с точки зрения совместного производства вооружения на нашей территории, может быть, какие-то еще нюансы, детали, может быть, о размещении каких-то специальных подразделений американцев здесь, или так далее. А еще, мне кажется, Ллойд Остин приехал передать нам, что, ребят, заканчивайте ставить Запад на растяжку. Мол, вот эти ваши дипломатические, так сказать, или ядерное оружие, или НАТО, но мы ближе к НАТО, мы хотим в НАТО, оно как бы неприемлемо для Запада, потому что мы их ставим в неловкое положение, а Запад не любит, когда их ставят в неловкое положение, потому что они же понимают, что они в НАТО нас не берут. Вот мне представляется, что визит Остина таков, что сегодня в Америке накануне еще выборов, даже до выборов, да и после выборов это не поменяется особо картинка, там борются три клана, условно, есть ли у меня три минутки об этом рассказать, да? Конечно, там борются условно три клана. Первое, в Америке есть партия войны, которая делится тоже на две как бы части, умеренная и радикальная. Кстати, в России тоже есть партия войны. Так вот, американская умеренная партия войны говорит, что мол, ну мы зашли в тупик в Украине, мы пока не понимаем, как оттуда выйти, давай продолжать. Вот в таком режиме будем помогать Украине, чтобы не проиграть, вот будем истощать дальше российскую армию, российскую экономику, глядишь там где-то и расшатаем русский политический режим. Ну это то, о чем якобы в конце 22-го года обсуждали Байден и Салливан американский писал. Совершенно верно. Кстати, мои друзья американцы говорят, что вот эта книга, которая сейчас выходит в Удворда, это будет сенсация по многим вопросам. И выходит она аккурат перед президентскими выборами, а там мама не горюй, сколько там всего. Кстати, с удовольствием бы прочитал, мне обещали друзья подогнать. Значит, обещали, Вот, умеренная партия, говорит, давай продолжать. То есть, мы не знаем, как выйти с этой ситуации, значит, давай продолжать. А там посмотрим, то ли Ишак сдохнет, то ли еще что-то будет там в России. Радикальная партия войны в США, говорят, да не, то надо жахнуть. Да ничего Путин не сделает, да нет у него никаких красных линий. Да никакие ядерные оружия, давай жахнем. А есть третья составляющая, это партия мира. Это такие новые деньги, не деньги ВПК, а новые деньги, которые говорят, ребят, ну, во-первых, красные линии есть всегда, были и будут. Их тезисы такие, что ядерную страну нельзя привести к тотальной катастрофе и к тотальному стратегическому проигрышу. Потому что, если ядерная страна будет видеть, что ее ведут к тотальному стратегическому проигрышу, вплоть до развала экономики, развала территории, у ядерной страны есть всегда в запасе один патрон. И этот патрон ядерный. И он запустит механизм, извини за мат, если люди этого не понимают, мне вот жаль, что он может запустить этот один патрон в механизм, когда взорвется мир. И вот идет сегодня сражение партии войны, партия мира. Коль скоро я затеял и сказал, что и в России есть такое, в России тоже есть такая партия войны и партия мира. Одни говорят, что надо уже как-то мириться, замириться и идти к миру, вторые говорят, да, в конце концов, давай сжатнем куда-нибудь там, ну где-нибудь жахнем и посмотрим, мол, Запад все равно не ответит. То есть в Штатах говорят, Путин не ответит, в России говорят, Запад не ответит. Дмитрий, если позвольте, вот по поводу жахнуть, классное слово, тут Wall Street Journal нам сообщает, что Трамп угрожал Путину, что ударит по центру долбанной Москвы, если тот решит напасть на Украину. Я ему сказал, мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора, по тебе так сильно ударят, чтобы снять те чертовы купола прямо с твоей головы. Путин якобы тогда ответил ни в коем случае. Мне интересно, вот Wall Street Journal подыгрывает Трампу или наоборот? Значит, 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 сейчас отвечу по Трампу, чтобы закончить свою мысль, подведу таким образом. Завтра же, ну наш эфир сейчас, его будут, я надеюсь, смотреть и сегодня, и завтра. Мы с тобой не можем комментировать пока результаты БРИКС, завтра открывается БРИКС, я там не буду долго комментировать травму, которую я получил, травму головы, там президент Бразилии, Де Сильва упал, бытовая история, ему 78 лет, он не летит в Казань, уже начинают там многие радоваться, вот там у Путина заминка, да нет, никакой замин, ну не летит президент Бразилии, он же не летит не по политическим причинам, ну бытовая травма, он выступит, значит, по видеосвязи, то есть Бразилия и Де Сильва это стратегические партнеры России, БРИКС и так далее, завтра открывается БРИКС, насколько я знаю, беседуя с серьезными людьми, близкими к политическим кругам США, Европы, они говорят пристальным вниманием сейчас, все смотрят за этим БРИКСом, да, обычные люди нет, ну БРИКС и хрен с ним, все смотрят, что будут принимать, что с цифровизацией взаиморасчетов, что со страхованием, что с банком БРИКС, сколько членов там будут, кто приедет, о чем договорятся, что Путин с Си Цзиньпин, ну и самое это важное еще и психологический аспект, сейчас весь мир увидит, вот эту, я пятый раз уже говорю этот пример, простят меня зрители, если слышат это несколько раз, извините меня за эти повторы, но политика, она же на символах основана, сейчас нам весь мир будет видеть, что, он будет видеть, как Путин принимает огромный саммит глобального Востока, западная и восточная пресса и аналитики уже пишут, мол, о том, что, когда там спрашивают, а что Путину вообще удалось за эти два года, провал там в Украине, не знаю, за три, и отвечают, ну как что, он ускорил начало формирования глобального Востока, противостояния Востока и Запада, и война в Украине продемонстрировала же не только слабость российской там армии и так далее, а продемонстрировала и слабость американской внешней политики, то есть за эти два с половиной года закончился Гегемон-1, и Китай за эти два с половиной года стал на те роли, на те рельсы, на которые он собирался стать лет через 10-12, а это все сжато во время, и вот завтра, послезавтра мир увидит обнимашки, Си Цзиньпин, Путин, Модди, кто там приедет в страны, значит, глобального юга, там принцы, наследные короли вас, и так далее, а потом он увидит глобальную фотографию итоговую, где не рукопожатый Путин, ну и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова